Друзья, всем привет! С вами Стаха Фьюри и канал Будь Фокусе. И сегодня мы с вами разберем 10 причин, почему фотографу стоит работать с Adobe Stock. Первая самая жирная причина – новая система отчислений Shutterstock. Они говорят, мы сделали лучше для вас. Они говорят, теперь вы будете получать минимум 10 центов за свое изображение. Они говорят, что все, ради чего вы работали несколько лет напряженно, теперь будет обнуляться 1 января каждого года. Смотри, не упадите, это будет фиаско. Это фиаско, братан. Пиздец, нахуй, блять. Я уже не раз говорил в своих роликах о том, что Adobe Stock будет отбирать у всех стоков пальму первенства и в итоге станет стоком номер один во всем мире. Но последняя ситуация, которая произошла с Shutterstock, показывает нам, что Верить в наше время нельзя никому. Нельзя рассчитывать только на одну площадку и нужно диверсифицироваться по всем возможным и доступным платформам. Получается, что на данный момент Adobe Stock единственный, который платит более-менее адекватные деньги за свои фотографии и платит больше, чем другие стоки. Возможно, он не так круто пока продает, как продавал тот же Shutter. Но я думаю, что сейчас большинство авторов рассмотрят этот сток для того, чтобы начать с ним работать гораздо активнее. Для новичков я тоже советую этот сток как основной. Наверное, он тоже когда-то сменит отчисления, но пока этого не произошло, можно поработать. Вторая причина. Это то, что для покупателей Adobe Stock интегрирован во все приложения Adobe Creative Cloud. Photoshop, Illustrator, InDesign. Все, с чем работают все дизайнеры мира. И постепенно он сделает таким образом, чтобы дизайнерам и покупателям вообще не хотелось выходить из своих приложений. Третий пункт. Adobe Stock действительно платит своим авторам больше, чем тот же FreePick, который сильно демпингует. И это очень важно, потому что вы не продаете свои изображения за копейки. Он этим гордится, он об этом везде рассказывает, поэтому стоит на него обратить внимание. Сейчас на экране вы увидите несколько кадров, которые демонстрируют это конкретно на моем примере. Четвертый пункт, который не все знают, это удаленная подпись релизов на расстоянии. Вы можете с помощью Adobe Sign отправить релиз вашей модели, она его подпишет. Все это происходит через e-mail. Свидетелем выступает сама компания Adobe. Очень удобно и круто, если вы не можете реально физически встретиться с человеком. Подробно о том, как это делать, есть инструкция в описании. Пятое. Это Lightroom и Photoshop на халяву, при условии, что вы достигаете определенного количества скачиваний за год. Условия бонусной программы все время меняются. Ссылочку на ее описание я поставлю под этим видео. Но суть в чем? Карточка закончилась, Гриша записал и все, и закончилась карточка. Дурак. Блять, дурак. Шесть пунктов записал и карточка закончилась. Что сделал сток? Он за всевозможные заслуги по взаимодействию с этим стоком может вам по итогам года дать бесплатную подписку на Lightroom и Photoshop. То есть, если вы работаете с Adobe Stock и выполняете всевозможные условия, у вас покупают фотографии, то в принципе каждый год вы официальные Lightroom и Photoshop можете получать на халяву. Что очень круто для начинающих, особенно авторов. Прежде чем перейти к шестому пункту, для всех, кто только начинает на стоках, хочу поделиться самой полезной, самой большой, самой полноценной, самой охеренной. Я слегка описывался. Инструкцией по регистрации на Adobe Stock. Видео и текстовом формате, которые я составлял целую неделю. Видео вы можете найти вот здесь, а подробную текстовую инструкцию в блоге фотошколы фотостадии вы можете найти под этим видео. Шестое, важный пункт лучшей авторы недели. Adobe Stock показывает вам в личном кабинете топовых авторов, у которых покупали контент за прошлое время. И причем этот рейтинг формируется на основании реальных продаж, а не просто каких-то там экспертов. Таким образом вы можете вдохновиться теми авторами, у которых были крутые продажи, посмотреть, что они снимают и сделать какие-то выводы для себя. Седьмой пункт. Автоматический подбор ключевых слов. И должен заметить, что работает он весьма нихреново. Он работает отлично. Отлично, работаем дальше. То есть я реально из всех ключевых слов, которые подбирает Adobe, исправляю буквально 3-5. Что очень важно для новичков, потому что во всей этой движухе с ключевыми словами, с описаниями очень сложно разобраться в начале. Если вы выбрали Adobe Stock и работаете на нем, он вам все автоматически подбирает и делает все, чтобы вам с ним было комфортно. Восьмой пункт. Можно загружать фотографии через Adobe Bridge или Lightroom. Что делает Adobe Stock? С одной стороны, он берет подставщиков, контента, фотографов, иллюстраторов, подсаживает их на свой софт и говорит, с помощью нашего софта можете грузить фотографии на сток. Здесь он берет этот же софт и покупателей и говорит, с помощью нашего софта можете покупать изображения. Попахивает как будто бы монополией. И я думаю, не за горами тот момент, когда Adobe Stock станет супер лидером рынка. Девятый пункт. На нем нет экзамена, что тоже очень круто и понятно для новичков. То есть вы выбираете фотографии, правильно их прописываете, загружаете на сток и сразу они поступают в продажу. Опять же, лайфхаки и рекомендации о том, как загружать фотографии на Adobe Stock, вы можете найти в отдельной большой статье, которую можете найти тоже в описании к этому видео. Десятый, самый важный пункт про бабки. Вывод денег со стока. Где деньги, Липовский? Adobe Stock работает с пионером. На мой взгляд, на данный момент эта система является самой удобной, самой понятной и с самыми маленькими процентами. Если взять, например, Украину, то мне очень нравится связка Пионера и Монобанка. Вы можете со своей карточки запросить деньги в два клика с вашего счета Пионер. И через несколько минут они уже на вашей карточке, что очень удобно и круто. Ссылочку для регистрации в платежных системах Пионер и Монобанк вы тоже найдете под этим видео. Сегодня много ссылок в описании для вас, но уверяю вас, все это полезные и интересные материалы, на которые наша команда потратила большое количество времени, чтобы вам было просто, пошагово и понятно. Это было мое мнение по поводу Adobe Stock и почему его нужно выбрать новичкам, а также 10 причин, почему вам конкретно нужно начать работать с Adobe Stock. Спасибо за внимание, до встречи в новых видосах, пока! Субтитры сделал DimaTorzok